Привет! На связи мистер Вапов. В этом видео я хочу рассказать очень занимательную историю о нашей нищебродской поездке в Ниццу. Это было очень занимательно. Вы спросите, почему я загоревший? Ну, как минимум, по той причине, что я тут уже вернулся и эту подводку записываю после. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и наблюдайте за очень интересной и занимательной историей. Ну вот, первая запара. Самолет задержится на 2 часа. Мы сидим в Польше. За то, что задержали самолет на 2 часа, нам дали 50 злотых на двоих. Можно перекусить. Мы приятели в Ницкий аэропорт, купили силу. Начало хорошее. Симка стоит 40 евро. А мы шла бы и купили одну, поэтому мы будем ходить рядышком и теряться. Крепко видев эльфовой башни. А-а-а! Французы такие французы. Мы не успели заселиться, еще пока ставили вещи, там пока квартиру убирают. Мы хотим вам дать 20 евро каждому купон на казино. Не хотите ли вы сыграть? Здесь половина девушек, женщин и бабушек лежит без верхнего белья. Не заходите, я сейчас подмою к коленам. Перед выездом в Ницю, у меня был очень тяжелый день на работе и было очень много вопросов. Нет, это было кошмарно. Нина, но ты взяла ответственность собирать чемоданы. И она не взяла мне шорты. Потому что ты ее подошли, да? И она не взяла мне просто шорты. Вот она взяла купальные шорты, а это самое главное. Так, кто-то из вас думал, что в Минске кофе Старпакс очень дорогое. Все, запросы черпан? Правильно. Что обычно делают туристы, когда заселяются в свое жилье? Идут на молечку. Знаете, что делаем мы? Мы спали. Вообще вот такая квартирка. Сколько она? Тысяча шестьсот, да? Тысяча шестьсот одиннадцать дней. Наипростейшая кухня. Ну, тут вид с окошка прикольный. Там люди вон кушают. И сюда улочка. Гостиная с телевизором. Вот такая душевая. Одна спальня. И спальня номер два. С окошка в шкафчик. Полный экспромт. Первый раз идем отдыхать вообще без ничего. Часы, телефоны и камеру тоже оставляем. Берем с собой только карту. И все. Хочу вам показать, какой классный вид у нас с балкончика. Да, это не море. Но, тем не менее, это очень-очень душевненько. Стоянка великов и скульпторов. Тут улочка. Сюда улочка. Так, ребятки, экскурсия для суперкрутого лифта. А, я таких лифтов очень давно не видел. Проходи. Полный олдскул. Ух ты. Мам, а мы идем в какой-то русский магазинчик за продуктами. Да. Оп. Все больше и больше обстоятельств в моей жизни. И говорит о том, что мне пора скидывать живот. В 100 метрах от нашего номера тренажер. 30 евро. Один час за это снимается. Гастрономница. Гастрономница. Русский магазин. Это нам. Смотри, что. То, что, ребят, но набережная нечиском красивая. Машины ездят, фальм подсвечиваются. Там черное, это все, это море. Там дальше аэропорт. Кинометров, наверное, 6-7 туда вперед. И мы гуляемся. И справа от нас гостиничный номерок. Чтобы вы понимали, если нас там... Наш стоил 1600, то здесь 3-4 за 11 ночей. Так что... Приезжайте в Ниццу, тратьте деньги. Я понял, что в Ницце вводятся деньги. И знаете, как я это понял? В городе не было бы денег, не было бы таких заведений. Ну, если вы понимаете, о чем я. Делаем вкусняшки себе. Хотели показать вам классный чай. Вроде бы Липтон. Russian Earl Grey. Но тут открываешь. И что-то очень интересное. Идем в площади. Ваши впечатления, мистер Вапу? Я хочу есть. Впечатления, где поесть? Покушаем, потом пообщаемся. Вернее, здесь поесть везде, но только чек в 100 евро. Это я не готов платить. Ооо, это было велисимо. Я попробовал только что... Лягуша, чьи лапки. Забыл про то, что нужно снимать, но это было вкусно. Реально. Т-3 живут везде. Мистер Вапу, во Франции. Не, ну этот крутой. Это мультиван именно. Смотрите, что я здесь нашел. BMW R100. Кафе Рейсер. Такой потрепанный. Видать, на нем нормально здесь ездить. Кстати, есть мысли, может быть, нам замутить такую тему. Что скажете? Напишите в комментариях. Все рядышком общаются. Вот здесь люди счастливее. Ну это не точно. Чье население напоминает эта статуя? Какой страны? Это славы. Как перевести славы? Рабы. Рабы что-то делали, и они нечаянно оставили эту штуку. Захватывали печки. Мне кажется, здесь купаются только французы. Туристы вряд ли. Да. Вот смотришь на это и понимаешь, почему Нидзе такая дорогая. И мы сейчас идем по дорожке. Его город называется Велла-Кранч. И, наверное, где-то 3 километра. Но вот такая красота, как здесь не пройтись? Вы понимаете? Кактусы! Пушка, Вита. Слушайте, а я еще переживаю, что мой тачик в плохом состоянии. У меня ляхи болят. Смотри, балки уже немножечко рассыпаются. Решили домой ехать на поезде. Сейчас идем разбираться, как покупать билетик. И вроде как мы слышали, что через 3 минуты должен ехать автобус. Ой, поезд. Да. У меня только 2 евро. 2, 3, 4, 5, 6. Мы не разобрались, не пробили билетики. У нас следующая остановка наша, поэтому окей. Доброе утро. Идем за колзанчиками для всех. У них где магазины закрываются достаточно рано. Там уже 8 уже много не работает. Зато открываются. Я не знаю, во сколько, но сейчас 8.30. Все открыто. У них не было сдачи со 100 евро. И ко всему этому они сказали No cameras, no cameras. Нельзя снимать. Что за ерунда. Короче, вот эти вот окошки. Это наши. И я забрал про санны. Вот мы здесь там живем. Это наша гостиная, там вот кухня наша. Асфальт на другую сторону выходит. Планы на рынке. Что у нас? Туалетная бумага. Самое главное. Самое главное. Всякие сыры, колбасочки, мяско, чтобы сделать нарезочку. И вечерком вкусно. Мне нравится, что все фрукты не складом валяются, а каждый вид винограда разложено отдельно. Ты можешь посмотреть и выбрать то, что не гнилое и красивое. Комаровка, учись. Самые богатые шефы и самые знаменитые шефы шапаются на этом рынке за продуктами в свои рестораны. Можно плечом дотронуться до шефа. Они реально фанаты лаванды. Это просто она везде. Красная, черная, синяя, какие угодно. Маринованные, не маринованные, какие-то подсушенные. Самая главная цель похода нашего рынка было найти морепродукты. Купить креветок, купить какую-нибудь жирность. Сделать самим вкусный ужин. Разрешение номер один. Нет морепродуктов. Третий или четвертый день в Ницце. Впечатление максимально положить. Максимально. Короче, я вам хочу рассказать историю про этот стул сень, который вы только что видели на картинке. Весь пляж усеяли. Это вообще такой символ Ниццы и народ у них отдыхает. Но, разумеется, все туристы хотели этот стульчик забрать себе на террасу. Говорят о том, что это тут с Ниццей и пить с утра кофе. И они начали их просто вырвать, увозить с собой. И поэтому власти Ниццы теперь просто стационарно установили эти стулья, просверлили их к земле. И их дернуть больше нельзя. Но я заметил, что там не хватает досточек. Вполне возможно сейчас, что туристы забирают просто досточки оттуда. В общем, фальшивка на зданиях есть всегда и в любой стране на этом. Потому что, видите, здание, кажется, все здорово, красиво. Но торцевая стенка, там нет балкончиков, она глухая. Там просто не нарисованы все. А вы гоните на Миццу, что там рисуют. Это магазин называется, не знаю, как. Это шоколадный магазин, они делают себе свой шоколад. И здесь приезжают с Англии или Куина, возьмут и покупают свой шоколад. Это круто, детка. Вот этот магазин шоколадный открылся в 1820 году. И у них фишка в том, что он передавался с отца сына с этого года. Сын с 1820 передается этот магазин с отца с папой сыну. Хочу вам показать, как заправляется военный лайнер. Смотрите, все эффективно. И там раз, два, три, четыре, пять ландов. Закачивают в нее очень много денег. Ребята, я вниз нашел корабль Порошенко. А, да, Порошенко. Молодое яйцо. И там на берегу, наверное, скорее... А, на берегу, на яхте, наверное, Порошенко завтракит своими яичками. Как же я люблю Коперейсеры. Они просто потрясающе смотрятся, а. Вот и Гузия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова